МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанцы выплатили в бюджет свыше 26 миллиардов тенге. Такой объем налогов поступил с января по август текущего года. В среднем объем налогов на собственность на одного казахстанца за 8 месяцев превысил 1500 тенге. Региональный коридор усредненного налогового платежа с собственностью на одного человека между максимумом и минимумом имеет восьмикратную разницу. В Алматы 4700 тенге на человека, в Южно-Казахстанской области 568 тенге. Три региона Алматы, Астана и Алматинская область в совокупности обеспечили 49% от всех налоговых поступлений с собственности физических лиц. Частные собственники Южной столицы за год увеличили объем налоговых платежей на 25%, до 7 миллионов 200 тысяч тенге. А вот бюджет Западно-Казахстанской области вырос до 119 миллиардов тенге. Это на 7 миллиардов тенге больше, чем в прошлом году. Как сообщили в Акимате области, собственные источники доходов бюджета области увеличились на 7 миллиардов 700 миллионов тенге, до 52 миллиардов 900 миллионов тенге. Расходная часть бюджета исполнена на 117,9 миллиарда тенге, что составило 98,5% от запланированного объема. Почти 63% всех расходов или 73,8 миллиарда тенге составляют затраты социальной сферы, в том числе на финансирование системы образования. Более 38 миллиардов тенге, здравоохранение – более 23 миллиардов. Социальное обеспечение – 2 миллиарда тенге. Доля Западно-Казахстанской области в внутреннем валовом продукте республики составляет 5,4%. Доля производственной промышленности в республике составляет 9%. Это третий показатель после Атаравской и Мангистауской областей. Валовый региональный продукт по итогам 2013 года составил 1,8 миллиарда тенге. Это, если пересчитать на душу населения, то 3 миллиона тенге на одного человека. Проект «Кашаган» может подорожать еще на 4 миллиарда долларов. В такую сумму выльется строительство нового 200-километрового нефтепровода, который будет более устойчивым к коррозии. По расчетам специалистов, с начала разработки «Кашагана» на него уже потрачено 50 миллиардов долларов. В Минэнерго утверждает, что добыча нефти на месторождении «Кашаган» возобновится в 2016 году. Однако в различных СМИ сообщалось, что руководство французской компании «Тотал» полагает, что «Кашаган» запустится не ранее 2017 года. В 2014 году государство удешевляет кредиты сельхозтоваропроизводителей. Государственные субсидии распространяются на лизинг сельхозтехники и оборудования, а также денежные кредиты на развитие агробизнеса. В первую очередь субсидированию подлежат денежные кредиты фермеров, взятые на развитие бизнеса в сфере мясного и молочного скотоводства, овцеводства, садоводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также оборудование и техники для этих сфер, полученные в лизинг. К субсидированию допускаются кредиты и лизинг, номинальная ставка вознаграждения по которым составляет не более 14% годовых в тенге и не более 10% годовых в иностранной валюте. В Минске подписан договор о прекращении деятельности Евразес. В соответствии с договором, подписанными главами государств членов организации с 1 января 2015 года, Евразес прекращает свою деятельность. Вместо него будет активизировать свою работу Евразийский экономический союз. Как сообщил в своем выступлении на заседании Межгоссовета президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, из 151 соглашений Евразийского экономического сообщества сохраняют действие 87. Они будут действовать без привязки к какой-либо организации, как обычные международные договоры. Хотел бы особо подчеркнуть, ничто из богатого наследия Евразес не должно быть утеряно. Продолжится реализация большей части соглашений и других документов, заключенных в рамках сообщества. Важен и практический опыт, накопленный руководящими структурами Евразес, интеграционным комитетом и секретариатом. Его следует задействовать в работе Евразийской экономической комиссии. Нельзя не отметить роль, которую в законодательном обеспечении интеграционных процессов сыграла Межпарламентская ассамблея Евразес. Она также прекращает свою деятельность. Договор о Евразийском экономическом союзе пока не предусматривает создание аналогичной структуры. Однако не исключено, что к этой теме мы еще вернемся. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. Евразийский экономический союз является более тесной формой экономической интеграции между его участниками и сменит Евразийское экономическое сообщество, решение о прекращении функционирования которого было принято 10 октября главами государств, которые входили в его состав. Евразес существовал с 2001 года. В организацию входили Россия, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. О своем желании вступить в ЕАЭС также в очередной раз заявили в руководство Киргизии. На саммите в Минске было подписано заявление о плане мероприятий, который необходимо провести киргизским властям для того, чтобы получить членство в Союзе. Армения, наша страна, с которой мы давно поддерживаем дружеские отношения, она прошла длительный путь согласования этих документов. Позвольте от имени глав государств, присутствующих здесь, поздравить с этим событием наших коллег. Пока российский рубль продолжает падать, спрос на наличную валюту растет. Банки, предлагающие выгодный курс, быстро распродают все доллары. Спрос начал расти еще с весны, но уже недели полторы в обед выгребают под ноль. Очень активно покупают доллары. Некоторые швейцарские франки, рассказывают представители банков. Доллар берут объемами заказы по 100-150 тысяч. На евро крупнее 40-50 тысяч заказов не было. В целом оборот вырос на 10-15%. Дешевая валюта прилагается в офисах, в малых, средних банках. И люди пока готовы искать лучший курс, так что в объемах крупных банков происходящее еще незаметно. Международный валютный фонд и рейтинговые агентства прогнозируют минимальный рост белорусской экономики в ближайшие годы. МВФ, миссию которого ожидают в Минске в октябре, сохранил прогноз на 2014 год и понизил на 2015. В 2015 году рост ВВП Беларуси составит 1,5%, в то время как в июньском отчете прогнозировался рост на 1,8%. В 2016 году эксперты фонда ожидают прибавку на уровне 2,7%. Инфляция в 2014 году составит 18,6%. В 2015 году ее уровень замедлится до 16,9%. В 2016 году до 16,5% полагает в МВФ. Беларуси, чтобы добиться макроэкономической стабильности, следует остановить рост заработной платы в госсекторе, сократить целевое кредитование госпрограмм и ограничить валютные интервенции для поддержания обменного курса. В последние годы мы уделяем особое внимание вопросам модернизации, развития наукоемких производств, выпуску продукции, которая востребована в стране и конкурентоспособна на внешних рынках. Хороших результатов добиваются многие наши передовые хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности нашего государства, наращивании экспорта сельскохозяйственной продукции. Поэтому каждое достижение конкретного трудового коллектива – это вклад в наше общее благополучие. Спрос нефти марки «Брент» на прошлой неделе опустился ниже 90 долларов за баррель. В пятницу она достигла 88 долларов 10 центов за баррель. Минимум с декабря 2010 года, отмечает Reuters. Падение цен происходит из-за растущего предложения сокращения спроса и укрепления доллара. Рынок в панике. Нефти много, а спроса нет. Инвесторы признаются, что прогнозировать цены на нефть стало сложно. Долгосрочного снижения цены не будет, и стоимость сырья вернется на уровне 95-110 долларов за баррель, заявляют эксперты. Падение цен влияет на объем бурения. Часть скважин может оказаться нерентабельными, компания придется их закрыть и отказаться от бурения новых, добавляет эксперт. Нефтяные компании начнут серьезно сокращать капитальные вложения и пересматривать проекты только при цене ниже 80 долларов за баррель. Из-за падения цен нефтяные гиганты сдают рыночные позиции. Семь крупнейших нефтяных компаний мира – ExxonMobil, Chevron и другие – уже в прошлом году имели совокупный дефицит наличных средств в 55 миллиардов долларов. Их операционный поток наличности составлял 207 миллиардов, но компании инвестировали 209 миллиардов и выплатили 53 миллиарда долларов в виде дивидендов. Компании обещали акционерам улучшение финансовых показателей в этом году, планируя сократить капиталовложения и операционные расходы, выросшие в предыдущие годы за счет таких крупных проектов, как Кашаган в Казахстане и Горгон в Австралии, каждая из которых оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Мировая экономика восстанавливается после острейшего кризиса, зародившегося в 2008 году в США хуже, чем ожидалось. Возросли угрозы спада в ней. Ряд стран сталкиваются с перспективой низкого или замедляющегося роста, причем неприемлемо высоко остается безработицам. Идет оживление экономической активности в некоторых развитых государствах, в первую очередь США и Великобритании. Скромным восстановлением является в Японии, а не уверенным – в зоне евро. Алжир намерен увеличить объемы добычи газа на 40% в течение 5 лет. Объемы добычи углеводородов в Алжире вновь растут после временного снижения, вызванного атакой экстремистов на газовый комплекс в 2013 году. Темпы увеличиваются благодаря вводу в эксплуатацию новых месторождений. По последним данным, в прошлом году объем добычи природного газа в Алжире превысил 127 миллиардов кубометров. Алжир может начать добычу сланцевого газа в 2022 году, если намеченный план будет осуществлен в благоприятных условиях. Корпорация занимается разведкой и транспортировкой нефти и природного газа, а также имеет огромное значение для экономики Алжира. Выручка от продажи энергоносителей составляет более 90% поступлений в бюджет этого североафриканского государства. Греция провела переговоры по выходу из программы кредитования МВФ. Аналитики считают, что Греция, скорее всего, продолжит получать помощь от Евросоюза на условиях притворения в жизнь некоторых реформ. Греция получила от ЕС и МВФ 240 миллиардов евро для выхода из кризиса. Меры экономики негативно сказались на ВВП страны, который с 2008 года сократился примерно на четверть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...